Добрый день всем. Меня зовут Владимир Сергеев, я представляю компанию Реал. Мы занимаемся разработкой софта, системой управления предприятием, системой управления большим бизнесом. В частности, у нас интересы в очень многих секторах экономики, это и какой-то более низкий уровень предприятий, например, ресторан, кафе, это и автоматизированная банковская система, это и предприятия коммуналки. В принципе, мы пишем программу по управлению тем бизнесом. Вообще, я хотел пару слайдов посвятить тому, кто я такой и откуда я выпался. Когда в начале нулевых годов такой известный разработчик, как Джоэл Спольский, ну, вы можете его знать, например, по такой программе, как Microsoft Excel. Именно он в 95-м году заложил то, что до сих пор пишут в Excel. Он очень известен также своим ресурсом с Type of Flow. Придумал парадигму по поводу 5-мировой разработки ПО. Это, ну, условное деление достаточно, но оно просто объясняет плюсы и минусы подхода к разработке ПО и о том, что это может быть по-разному. Первое, это продуктово-программное обеспечение. Это мы пишем программу, выпускаем на рынок. Задача при выпуске программы какая? Как можно быстрее выпустить версию 0.9. Быстрее занять нишу на рынке. Потом мы выпустим 1.0, 1.1, потом выпустим патч, получим фэкбэк. Будем поддерживать и развиваться, куда показывает нам рынок. Второй тип разработки, это веб-разработка. Чем она отличается? Корневое веб-разработки в том, что у нас нет копий программы. У нас одна копия нашей программы, продакшен. Это набор PHP скриптов, движков, все, что мы прикрутили к разработке, у нас одна копия. Следовательно, нам не нужно поддерживать большое количество обратной совместимости. Нам не нужно поддерживать большое количество версий старых. Почему? Потому что мы оттестировали на тестовом сервере наш сайт, нашу какую-нибудь систему. Завиваем продакшен, все, у нас одна копия. У всех пользователей обновилась. Третье, это компьютерные игры. Компьютерные игры в ту эпоху низких скоростей интернета, когда игры выходили как продукт на компакт-диске, на DVD-диске, это больше, наверное, было сравнимо с производством кино. То есть в компьютерных играх мы не имеем права выпустить версию 1.1. Мы, либо игра завоевала рынок, либо она была удачной, выстрелила, либо она провалилась. Никто не будет покупать игру с версией 1.1, 1.2, 1.3. Это больше похоже на кинопрокат, на производство фильмов. Четвертое, это система управления предприятием, собственно, о чем мы собираемся говорить. И пятое, это корпоративное ПО. Корпоративное ПО, по сути, является разновидностью систем управления предприятием. С той же разницей, что предприятие компании большая имеет свой штат. Ай-Ки, ну, например, как компания «Приватбанк» имела в свое время в штате Ай-Ки систему «Приват-А4», которая писала только внутреннюю систему. Самым большим недостатком этого пятого мира является то, что люди, которые работают в этой сфере, они, по сути, заточены на одну технологию, на дни проблемы. И им потом очень трудно найти работу. Это все было формулировано в начале нулевых годов. В принципе, так оно и развивалось, но начались мутации. Появились другие миры разработки ПО, которые являются комбинацией вот этой парадигмы, несущей в себе все и достоинства, и недостатки. Первое, например, браузерные онлайн-игры. Вот я слышал, что одна компания в нашем городе разрабатывает браузерную игру для Фейсбука. Вот. И, соответственно, этот мир новый, он несет в себе всю проблематику, которая была у предыдущих двух миров. То есть это веб-разработка, плюс в том, что одна копия программы. Второе – это компьютерные игры. Либо она выстрелила, либо нет. Есть тяжелые онлайн-игры, те, которые требуют установки клиента. Ну, танчики, самолютики, когда качается несколько гигабайт клиентское программное обеспечение. Они, кроме того, что это компьютерная игра веб-разработка, то есть сервис обмена данными между пользователями написан на какой-то серверной части, это еще продуктовое программное обеспечение. То есть мы еще обязаны на серверной части поддерживать весь зоопарк клиентов, который существует там. Ну, у кого-то стоит версия 1.0, у кого-то 1.1, у кого-то 2.5 уже. Третье – социальные сети и сервисы. Это, прежде всего, продуктовое программное обеспечение. Но продукт – это не для пользователя. Продукт – это для компании. Facebook.com является продуктом для компании Facebook. И это корпоративное ПО. Потому что те, кто пишет в Facebook, они пишут для этой сети, они могут ставить эксперименты свои, но у них нет универсальных решений. Следующая мутация, которая очень достаточно интересна для моей области, это ERP – система SaaS. Ну, например, известная у нас травматовская разработка soft.farm. Она, по сути, является ERP-системой, которая находится в онлайне, и которая позволяет получить к ней доступ любого человека, имеющего браузер. Плюсы у нее, несомненно, одна копия ПО, нет зоопарка, это мир ERP, и это мир корпоративного ПО. Почему? Потому что многие вещи доделываются, допиливаются непосредственно для клиента. Ну, и пятое – это мессенджеры. Аналогично. Продуктовое программное обеспечение, то есть есть продукт Viber, Telegram, WhatsApp, что хотите. Второе – обмен сообщений происходит через нейтральный сервер, соответственно, это веб-разработка. И, естественно, это корпоративное ПО. То есть те, кто разрабатывает серверную часть, по сути, являются узкоспециализированными специалистами. Что такое ERP? ERP – это совокупность программных модулей, которые решают задачи бизнеса. Самые главные модули, достаточно популярные, и самые главные модули, без которых не может состоять любая ERP, будут приведены на картинки. Первый из них – это CRM – Client Reaction Ship Management. Это модуль взаимоотношения с клиентами. Второе – HRM. Кстати, именно из названия этого модуля происходит популярное в IT название профессии Хрюша и HR. Human Resources Management, то есть управление персоналом. Это следующий модуль – это MES. Manufacturing Exception System. Это модуль, отвечающий за управление физическим оборудованием. SKM – управление цепочками поставок. Ну и краеугольный камень, в принципе, из которого все начинали. Это Financial Accounting System. То есть, собственно, система богатовского учета. Я вынес это как отдельно кружочко. На самом деле, правильно изобразить ее в виде вот такой вот линии, которая соединяет эти модули. Это система документа оборота. Она является несущей системой, которая объединяет все эти модули, которые заставляют работать в едином целом. Теперь, Customer Relationship Management. Основные задачи, которые он решает, это введение базы данных клиентов. То есть, собственно, табличка с клиентами. Второе – ввод операции обслуживания клиента. Нужно быстро идентифицировать клиента, быстро найти его там проблематику. Иными словами, ну, человек там пришел, например, у него есть номер договора кредитования. Человек предъявляет номер договора кредитования или индивидуальную карту. Оператор сразу по этому номеру моментально открывает его историю, историю взаимоотношений, как он там гасил кредит, как начислялись проценты. И, соответственно, уже производит какие-то операции. Наличина хранится историю взаимоотношений с клиентом. То есть, там, может быть, черный список. Может быть, по этому кредиту были какие-то вопросы от СБУ или МВД. Ну, например, там, краденое что-то или еще что-то. Соответственно, он может там попасть в черный список. Дальше, безусловно, он решает задачи аналитика групп клиентов. То есть, это определить, во-первых, какая возрастная группа наших клиентов, кто они такие. Ну, вот ребята передо мной, вот они как раз наиболее всего плотнее занимались именно аналитикой групп клиентов. То есть, кто наш покупатель? Какая возрастная группа? Какая наша целевая аудитория? Это вот все задачи маркетинга. Ну, и, соответственно, самое главное прогнозирование изменения групп клиентов. То есть, если у нас 30% молодежи, 60% людей более пожилых, то наша задача увеличить либо количество молодежи, либо выжать из пожилых как можно больше. Это задачи маркетинга. Очень важным, с точки зрения нашей местной украинской экономики, является модуль HRM, Human Resources. Потому что это не только ведение баз данных сотрудников. Есть предприятия режимные. То есть, если наш бизнес разделить условно на, скажем так, обыкновенные предприятия, занимающиеся торговлей, производством, есть еще предприятия, которые имеют лицензию Минфина. И над ними стоит, ну, приблизительно раза два больше проверяющих органов. Это не только налоговая и еще какие-нибудь фискальные службы. Это еще СБУ, это еще МВД, это еще Госфин-мониторинг, Госфин-услуги. Одни террористов ищут, другие отмывание денег, третье еще что-то. Вот сейчас еще коррупционное бюро добавилось. И, соответственно, эти режимные предприятия обязаны, во-первых, там, как всегда, так принято, что трудоустройство идет в белую. Они обязаны вести учетные карточки сотрудников, они обязаны проверять сотрудников на принадлежность, там, ну, сидел, не сидел человек. Вот. И, там, запрещено ему заниматься этой деятельностью, запрещено. То есть, это очень важный момент. Третий, это расширное числение заработной платы. Вот тут интересно, особенно в производстве. Когда у человека зарплата напрямую зависит от выполненных им операций. То есть, соответственно, либо это процент от продажи, либо это, может быть, ну, прям, предназначение окна металлопластикового. Человек, который занимается парейской профилем, за каждый рез получает конкретно, вот, 50 центов. Сделал рез, все упало, сделал, упало. За смену он собрал столько-то конструкций. Вот, соответственно, это мотивирует персонал, ну, к стахановскому движению, все прочее. Четвертое, это оптимизация использования человеческих ресурсов. Ну, вот, приведу такой пример. Вот у меня при составлении предварительного ДЗ, для одной нашей компании, это Донбасс-эскавация, был такой вот момент, в том, что вот у них есть техника, она стоит где-то там в карьере. Задача там проложить, грубо говоря, для труб там трассу, потом сверху пойдут трубы там, может быть, газовой линии, может, передачи. Вот, есть, набор техники, экскаваторы, там, бульдозеры и все прочее. Надо просто расчистить. Соответственно, когда они выставляют, что нам нужен наряд, ну, два бульдозера, здесь все расчистить. И у нас там в вагончике спит 10 человек, два из них экскаваторщики, два там бульдозеристы, два этого. Но у одного разряд восьмой, и он час будет стоить, ну, просто фантастика, если он сядет на этот бульдозер. А второй, ну, просто бульдозерист, ему нужно это делать. Эти работы тоже строго регламентированы со стороны государства. Почему? Потому что люди должны быть с допуском к проведению таких работ. Ну, и, соответственно, как бы идет оптимизация использования человеческих ресурсов, то есть дешевле выбрать все-таки бульдозериста, который стоит там 5 копеек в час, чем экскаваторщика там какого-то разряда, который может там шагающим экскаватором управлять. Но он стоит по норме тарификации, ну, очень дорого. Ну, и, соответственно, аналитика эффективности сотрудников, то есть это отлов вот таких вот вещах в общей массе заказов, когда кто-то где-то неоптимально использовал сотрудника, что привело к влечению затрат себестоимости. Самая простая часть FAS Financial Payment System, ну, это, в принципе, есть во всех, это введение богатовского учета, учет материальных ценностей, имеется в виду, что у нас есть наличие там товара, материалы, какие-то компоненты. Третье, учет основных средств. Основные средства – это то, что находится в компании, и то, чем компаниями торгует. Вы приходите в магазин, вы видите товары на полке, да, вы можете купить любой, но они лежат где? На полке? Полка – это что? Она не продается, но она нужна, чтобы бизнес функционировал. Вот, если найти, переводить ваши столы, ваши компьютеры, это основные средства. Ну, учет финансовых средств, имеется в виду кассы, банк, расчеты с банковскими счетами, формирование управленческой отчетности, которое показывает, в принципе, что происходит с той финансовой точки зрения в компании, и, ну, где мы зарабатываем, где мы теряем прибыль. Ну, и шестой – это, я называю, сказка, вот, формирование отчетности в налоговую инспекцию. СКМ – Supply Chain Management, планирование цепи поставок, в принципе, переводится. Да, это больше задач, кажется, что логистики, на самом деле нет. Это задачи именно выполнения заказов. То есть, это выстроение системы, как происходит вообще бизнес-процесс в компании. То есть, мы возьмем, например, заведение гостевого бизнеса. Приходит гость, его посадили, он что-то заказывает. Официант, например, при помощи мобильного приложения убивает мобильное приложение, вот это там, вот это вот это блюдо, вот это вот это там, выпивка, еще что-то. После этого, что делает официант? Нажимает, повторяет, естественно, перед гостем он обязан повторить, мы вот это заказали, точно да. После этого он посылает команду на выполнение. Ну, идет к следующему столику. В этот момент центральный сервер получает команду, что в этот счет добавит какие-то позиции ТМЦ, вот разделить их на то, что сделает бар, например, алкогольные напитки поставит, еще что-то. И те, которые делает, например, кухня, то есть приготовит какое-то блюдо. И дает, естественно, команду принтерам распечатать. Ну, точнее, это называется отписка. Вот распечатать, что, собственно, заказали гости, там указано, какой столик это вынести, какая подача. После этого повар, получив наряд, выполняет его, выставляет на выдачу, бармен, получив наряд там подготовить такой-то алкоголь или напитки, выставляет на выдачу. Гость посидел, говорит, посчитайте меня, пожалуйста. Официант проводит счет, выезжает счет к оплате, и дальше гость оплачивает счет. Вот, по сути, это идет бизнес-процесс. Человек пришел по ее стороне. Вот это есть в некотором плане цепочка поставок. То есть, с одной стороны, это планирование идет процесс, то есть ставится задача. Второе идет оперативное управление цепочкой поставок. Иными словами, даются команды непосредственно личному составу на выполнение кухни, приготовить то блюдо, бармену налить тот алкоголь. Третье, это поиск, выявление бутылочных горлышек. Это самая страшная вещь в бизнес-процессах. Это когда вот какое-то подразделение не может обработать этот поток информации. Неважно, в чем это выражается. Или в том, что не успевает просто физически перелистать заказы. Или просто возникает технический затык в том, что не хватает, грубо говоря, территории на выдачу, например. Например, из ресторана выдачу блюда. Просто не хватает места выстроить все блюда, которые уже сделала кухня. Ну и, соответственно, аналитика эффективности цепей поставок, то есть по которым мы потом в конце концов высчитываем, где у нас бутылочная горлышко. МЕС «МЕС» МЕС «МЕС» МЕС «МЕС» – это аппаратная часть. Аппаратная часть имеется в виду умные станки. Вот пример с гостевым бизнесом я провел. Это принтеры чеков, которые находятся на периферии. Задача МЕС-системы, Манфактура и Действительный Систем, подключить это оборудование к общей системе управления предприятием. Это не должны быть промежуточные модули, это не должна быть выгрузка. Это именно оборудование должно работать напрямую, напрямую с пользовательскими данными. Второе, это, естественно, безусловно, если есть возможность, то есть у оборудования есть какие-то датчики, есть какая-то обратная связь с двусторонними данными. То есть, например, там оборудование заклинило, оборудование вышло из строя, то есть это все должно реагировать на эту ERP-система. Третье, автоматизированное максимальное управление оборудованием. Здесь я придумал, пожалуй, тоже пример из практики. У меня когда-то, давно еще до войны, в Донецке был один из клиентов, это очень крупный завод переработчик ПВХ. Они выпускали вот эти металлопластиковые окна, кстати, эти тоже, оттуда же. Вот, задача была какая? Вот идет, грубо говоря, заказ, сделать окно у таких размеров. Автоматизированная сатур-система сразу рассчитывала, что на это пойдет столько-столько профиля. Ну, такие кусочки нужно отрезать. Профиль это такие длинные палки, 6,5 метров, поджелезнодорожный вагон. Стандартная длина. И вот палки вот эти вот можно порезать по-разному. Можно порезать так, что будет до 20% отхода. Просто вот эти обрезки, они никуда не деваются, не выбрасываются. А можно порезать так, что будет до 5% отхода. Вот на вот этой разнице мой в тот момент партнер за 5 минут продал наше программное обеспечение директору. Когда он просто объяснит, ты сколько перерабатываешь вагона в месяц, сколько стоимость. Вот мы тебе даем 15% оптимизации поездки. Просто профиля при изготовлении конструкции. Это вот, ну, представь себе, ландкрузер, ежемесячно ты получаешь у ворот. Ну, в пересчете на машину. Что было сделано? Из системы, там был достаточно умный немецкий станок от компании Rehau. Вот, из системы рассчитывалась оптимизация. Обыкновенная, тупая, линейная оптимизация порезки именно палки на нужные. Готовая производственная программа, она выгружалась прямо в станок. И, ну, грубо говоря, человеку, который управлял станком, старался только контролировать, чтобы его там где-то не заклинило, еще что-то. Людей к этому не допускали. Но ответ этого процесса был в том, что была экономия порядка 15%. Ну, собственно говоря, вот, это ведет к оптимизации оборудования, использованию оборудования, материалов. Докфлоу. Докфлоу, как таковой, в принципе, не существует. Докфлоу, это, можно сказать, часть системы управления поставок и часть самой системы. Это возможность подчинения одного документа другому. То есть, что имеется в виду, когда идет какой-то бизнес-процесс, например, заказ приходит на завод, потом он идет в бюро, конструкторское бюро, потом из конструкции конструкторского бюро он приходит в отдел спецификации, где полностью пишут спецификацию заказа, например, уж на строение сколько, там пойдет гаечек, болтиков, деталей, здесь мы столько-то свалим, здесь еще что-то. Потом после этого он расходится по бюро, там, в литейное бюро отлить то-то, то-то, в кузнечное бюро сделать такие-таки-то паковки, и в конце концов заканчивается все маршрутом на механосборке. И вот если на каком-то из этапов возникает изменение чего-то, то последующие службы должны знать об этом. Означает, что система документнооборота должна либо помогать, первое, ввести цепочку документов от хода до выхода полностью. То есть от начального договора сколько это стоит. От банковской выписки, когда деньги зашли на счет завода, на изготовление этого оборудования, и до, собственно говоря, акта приемопередачи. То есть это цепочка документов. Соответственно, если мы на каком-то этапе носим какие-то изменения, ну, например, отдел закупок обнаружил, что мы не могут купить эти подшипники нигде на Украине, и все. Придется импортировать. То есть, соответственно, все последующие документы нужно распровести. А распровести их могут только начальники соответствующих служб. Если они это сделали, значит, они были извещены о том, что у нас какие-то изменения в заказе. Почему? Потому что, ну, это, особенно, например, машиностроение, это актуально, это большие деньги. Ну, соответственно, обеспечение безопасности выполнения цепочки документов оборота. То есть, допустим, соответственно, ну, ту часть работы, которая отвечает, например, кузнечное бюро завода, может распрости только кузнецы. Те, которые отвечают за металлургию, только литейщики или отдел главного металлурга. И, соответственно, безопасность обеспечивается в том, что как бы ни хотелось там задним числом подправить в системе что-то там, стоимость по договору, или что нужно использовать другие материалы, без извещения соответствующих служб, это невозможно. Ну, ведущие ERP на мировом рынке. Бесловно, это, первое, это Oracle, бизнес-фьюит. Они свою историю начинают с 90-го года. То есть, это одна из самых первых ERP-систем. Ну, возможно, вы слышали, что компания Oracle входит в тройку мировых лидеров по состоянию, или даже, может быть, двойку. Вот, это все время вопрос спорный. Так вот, основной заработок компании Oracle не Java, не SQL-сервер Oracle, не операционные системы. Основной заработок компании Oracle – это ERP-системы, система управления предприятием. Сто процентов машиностроения США находится под управлением Oracle и бизнес-фьюиты, и индустрии. Второе – это, конечно, SAP. SAP сейчас немножко стало хуже. Почему? Потому что они из самого начала использовали движок «Поздан» в такой MySQL. Ну, как бы слышали, что MySQL не стал собственностью Oracle. Поэтому немножко с лицензией туговато сейчас стало. То есть, по сути, они косвенно оплачивают Oracle свой объем продажи. SAP стало… SAP принесло в мир ERP то, что, по сути, стало самым главным. Это у них, в первых, появилась гибкая форма – возможность настройки с собой системы. То есть, настройки системы без участия производителя. Начиная от первичных, примитивных вещей. Например, у нас есть учетная система, в которой там печатаются первичные документы. Там, акт приемки товара, приходный кассовый ордер, все там, банковская выписка. Те документы, с которыми мы общаемся, обмениваемся с контрагентами, которые видим не только мы. Естественно, желание любого бизнеса – это вести корпорейт-стайл. Добавить свой логотип, добавить свою атрибутику, в конце концов, формить документ в каком-то общем стиле и все прочее. В тех системах, где это вшито наглухо, то есть, первыми, кто пришел на рынок – это были SAP. Они ввели свой язык, достаточно своеобразный, АПАП называется. Он позволял прямо в самой системе переписывать некоторые модули, переписывать бизнес-логику. И, собственно говоря, оптимизировать эти системы на использовании на конкретном предприятии. К счастью или к сожалению, обе эти системы на рынке Украины не прижились. Да и, собственно говоря, в СНГ они занимают очень большую, малую долю процентов. Не прижились они по одной простой причине, что в тот момент производителям этих ERP-систем не была понятна очень простая, но очевидная вещь для той ситуации экономики. Это как может быть одновременно двойной учет. Ну а у нас это основа составляющая. Если ваша система не умеет вести двойной учет, соответственно, как бы, ну, черную часть или светлую, которую показываем контролирующим органам, то вам на нашем рынке делать нечего. Силация, кстати, сейчас меняется, переламывается в ту сторону. Популярная у нас ERP-система. Ну, прежде всего, это, конечно, система ГрузБИ. Эта система, написанный Демир Петровский, ну, из ближайших предприятий, находящихся под управлением, это Алтуршковский метизный залод, находится под этой системой. Это комплексная система управления производственным предприятием. Она очень популярна в вашем настроении, но больше она, кстати, известна своим одним дочерним проектом, более известным, как МИДОК. Если вы где-то работаете официально, где-то оформленный, или вы предприниматель, вы сдаете, так или иначе, в утройной форме отчетность. Это и форма 1ДФ, ваша платаходный налог, это и форма ОЕСВ, и ваша форма по уплате единого налога, по имени все предпринимателей. То есть, так или иначе, без этой системы, то есть, это дочерний проект, это компания ГрузБИ, вы не сможете обходиться нашей жизнью. Вторая система популярна, в принципе, на территории бывшего Советского Союза и Украины, это Галактика. У Галактики есть очень ряд интересных модулей и решений, касающихся управления цепочек поставок, и она очень сильно прижилась в энергосекторе. Например, НАК, НАФТОГАЗ под Галактикой, газовые компании, электрические сети, большинство из них используют Галактику. То есть, те компании, у которых есть транспорт энергии и у которых есть сеть именно поставок. То есть, что из себя представляет Газопровод? Это не труба идущая слева направо. Нет, это большая совокупность труб, которые заходят с одной стороны, идет на один город, на второй, на третий, на четвертый. И вот, допустим, по некоторым техническим условиям, там авария или там еще что-то случилось, или нужно, необходимо перекрыть, вдруг начинает падать давление, например, от предподачи на город Днепропетровск. Автоматизированная система принимает решение о том, что увеличить подачу с другой стороны. Мы, как потребители, этого не видим. Мы это не ощущаем. У нас все время стандартное давление газа в трубе. А кто-то должен принимать эти решения и балансировать. Вот к этому очень сильно оптимизирована галактика. Ну, начиналось с чего-то всего. Самая популярная, самая нелюбимая айтишниками и желтая программа. Это был конец 90-х, начало нулевых. Вот, по сути, это крупная франчайзи-сеть. Что подразумевается по франчайзи? Сама компания 1С занималась подготовкой больших объемов айтишников, которые, собственно говоря, не были даже программистами. Их задача входила прийти, поставить. Это, по сути, функция системного администратора. Прийти, поставить и первично обучить в работе с программой, конечно, потребителя. Была разработана система сертификации. Вот за ней сегодня говорили, почему у меня... Как бы слово сертификация вызывает только дикую смешку. Ну, например, четырехзначный сертификат по 1С77. Ну, в Украине один у меня. Вот. Все остальные люди либо уехали, либо им это уже неинтересно. Система, в принципе, сама по себе была неплохая, но ее агрессивная политика на рынке, то есть, с одной стороны, мы формируем сеть франчайзи, где человек, в принципе, даже не совсем близкий к айти, мог пройти первичное обучение, ставить эту программу. Он, допустим, ставит ее, скажем, за 100 рублей, 80 рублей он обязан перечислить компанию 1С за выпуск, 20 рублей – это его личный заработок, может быть, там что-то поменять в настройках. И, с другой стороны, агрессивный маркетинг в том, что большое количество курсов бухгалтеров, все из них хором затачиваются на 1С. В результате мы имеем парадокс на рынке. В том, что ты приходишь в компанию, ты пытаешься предложить свой продукт, а там сидит бухгалтер, ну, хочу 1С, хочу 1С, и все. Вот ее научили этому, и зачем учиться на чему-то новом. С другой стороны, большое количество франчайзей, и получался замкнутый круг. Параллельно с этим часть рынка отхватила программное обеспечение ПАРУС. Это аналитичная 1С-разработка с точки зрения кастомизации и каких-то настроек. Она, скажем так, не такая гибкая, как система 1С-предприятия, но тоже имела свою долю рынка. В частности, они очень сильно окопались в государственном секторе. У них очень много решений есть для госструктур. И, в принципе, был замкнутый круг. То есть, выйти на средний бизнес, когда есть ребята по городу, бегающие, ставящие без коробки 2 клика программное обеспечение, берущие свои деньги и работающие со страшной скоростью, ну, с ними справиться было практически утопично. Что изменилось после 2014 года? Я хочу отдельно с их точечной этой личности. Это Роман Хмель. Человек достаточно легендарный. Я думаю, что пройдет буквально лет 5, ему, наверное, в айтишнике поставят памятник. Что он сделал конкретно? Первый, ну, больше всего известен, конечно, по... есть такая компания, Body Shop в Киеве, Skata Logic, ее называют, ну, или Global Logic. Вот, по сути, он основал эту компанию, он вывел ее в топ, и потом продал системе Global Logic, именно как разработчик. После этого он работал до... с 2010 года до 2014, директором ЗАО Microsoft Украина. Вот, по сути, тогда вывели... начались в этом массе вопросы, снова лицензионным ПО, и очень большое количество отбеливания компаний, по крайней мере, их клиентов, пришло в этот момент. После 2014 года, в тот момент, когда, ну, лица, делившие в тот момент власть, были заняты, он занимал пост замминистра информатизации, пропаганды, вот это новое министерство, которое было организовано в 2014 году. Первое, что он сделал, консолидация полная, государственных баз данных и открытость их. Второе, это неофициальный запрет, по сути, на 1С и Парус, чем он открыл рынок частных компаний для внутриукраинской разработки. По сути, наша IT не работала никогда на внутренний продукт, на внутренний рынок. Были компании, которые имели потребность автоматизации, это были кастомные решения, то есть, потому что была специфика какая-то компании. А вот средний бизнес, и самые, как говорится, массовые продажи, они были всегда закрыты, они были забиты Парусом 1С. И третье, открытие API-сервиса в его сослуг. Даже самая примитивная вещь, торговля. Регистрация налоговой накладной, которую нужно производить в течение 14 дней, после выписки контрагентов. Открытие API позволяет писать ваша ERP-система в одну кнопку, отправляет на сервис налоговой накладную и регистрирует ее там. Сдача отчетности. Вот эти все вещи, то есть, например, сдача электронной отчетности, они раньше были закрытыми. То есть, компания Медок имела к ней доступ. Если вы скачете ПО Медок и покупаете там временную лицензию, ну, по-моему, там 200 рублей, в год стоило, что-то такое, вы спокойно отправляете электронную отчетность. Я написать ПО раньше для самому, чтобы сдавать эту отчетность, не мог, потому что я не знал API. Я мог реверсал инжинирингом там подсовывать в Медку какие-то XML-файлы, потому что я открыл, посмотрел, как они пишут в XML-файл отчетность, я своей системой сгенерировал ее, подложил Медку, Медок подумал, что это его родной и отправил. Но прямой возможности не было. Сейчас появилось большое количество программ конкурентов. Появились, например, даже онлайн-системы, такая как Sonata. То есть, это абсолютно независимо писанное, по-моему, если Херсон или Николаев, разработчиками, просто энтузиастами, и, в принципе, набирают обороты. То есть, вы имеете веб-браузер на мобильном телефоне, в компьютере, в планшете, заходите на сервайс Sonata, там ведетесь какой-то свой внутренний учет и отправляете на отчетность. Это, как бы, это одна линия событий. Правильно, шла другая линия событий. Вот, генерация ошибся на БАЧ-4. Первое. Бурное развитие мобильных технологий. Мобайл и переход на вот эти тактильные телефоны отложил неизводимый отпечаток на развитие, в том числе, ERP-систем. То есть, если на предыдущем слайде я говорил о том, что этот человек в течение 14-го года создал условия для развития, то потом появление некоторых вещей, технических решений простимулировало именно само это развитие. Мобайл-технологии. Ну вот, у нас, среди наших продуктов, есть программа обеспечения для коммунальных услуг. Ну, например, Крам-Мотоканал, под ним находится под управлением, Крам-Домофон. Вот у нас, под управлением нашей системы, находится 6 областных центров. Вот. Это крупные города, ну и порядка 16 мелких городов. Вот. Крам-Домофон мы в данном случае относим мелким. Без каких-либо взглядов. В чем проблема, проблематика была ERP-система? В том, что, да, это было устоявшееся программное впечатление. Оно же проработало там, в некоторых случаях до 5 лет. В некоторых случаях там, первый год работало. По сбору заявок от абонентов. Суммарное количество абонентов, порядка 750 тысяч квартир. То есть, это квартиры, и там дома, и все прочее, которые обслуживают все эти дома. Ну, домофона и сети в этих городах. У вас случилась какая-то проблема, там, не знаю, вот кнопку нажимаете, дверь не открывается внизу, там, или трубку не слышно ничего, или еще что-то. Вы вызываете, естественно, монтажников, которые, собственно, решают. Если, допустим, в маленьких городах это еще какая-то бригада при компании, то, как правило, в таких городах, как Харьков, это все уходит в отсутствие. В полный... То есть, это вообще, ребята, не имеющие отношения никакой компании, они зарабатывают количество заявок, и дальше происходят следующие события. Заявка приходит, и дальше ставится мастеру смену судочных заданий. И вот он едет на этот адрес. Он взял бумажку со списком вот эти адреса сегодня посетить, посетить, посетить. Взял бумажку, вышел из офиса, в этот момент звонок, в соседней квартире та же проблема. Вот он на эту соседнюю квартиру поедет завтра уже. Он не знает о ней. Было внедрено... То есть, к имеющейся IP-систему было внедрено веб... Ну, не веб-интерфейс, скажем так, веб-опи и мобильное приложение. Что позволяло себе? Первое. Мастер приезжает... Первое. Самое главное, пожалуй. Это геолокация. Все дома были пробиты по... Это было сделано вручную по карте координатам. То есть, большинство вот этих вот ребят, которые выполняли непосредственно заказ на местности, то есть, аутсурсинг, иногда даже были не местными. Они даже не знали, где это. То есть, у него есть список заявок, такая-то улица. Он нажимает, сразу переходит в карту, где это находится, куда ехать. И если он приехал на адрес, коль скоро он оказался на адресе, другой кнопкой в радиусе там заказа. То есть, если в этот момент к нему свалился еще один заказ в соседнем подъезде, он пойдет и его сделает. И он заработает больше денег, потому что он от заказа зарабатывает. И быстро обслуживание клиентов. Третье. Если он приехал на адрес, на квартирный дом, там есть определительный щит домофонов, то, коль скоро он полез в этот щит, то он имеет возможность по вот этому адресу открыть и посмотреть список задач, что, допустим, вот этих вот этих оппонентов надо отключить, потому что у них долг по плате. А вот этого, наоборот, отключить, потому что он оплатил и, соответственно, должен снова подключиться к услуге. То есть, мобильные технологии очень сильно изменили, вот, собственно, даже экономику этого процесса. Это вопрос буквально ноября-декабря прошлого года. Второе. Появление IoT. Появление интернета вещей. Оно, по сути, неразрывно связано с развитием технологий связи, но Wi-Fi, как он был, так и есть. Вопрос в том, что сейчас появились 3G, вполне нормальный 3G, в некоторых местах уже 4G. Вот. И вещи IoT. Они очень сильно изменят мир. Начинают примитивные, достаточно примитивные функции принтер чеков. Маленькая такая коробочка, ну, размер, вот с вот этого, например. В ней вставляется лун бумаги шириной 80 миллиметров, он просто печатает чеки. Отныне он имеет только блок питания. И то он внутри, то есть он в розетку ставил, где поставил, там и работает. Вопрос связи, как с ним. Во-первых, по IP, во-вторых, Wi-Fi, Bluetooth, модуль, как угодно. Вот элементарная вещь, но вы себе не представляете, какого ямороя доставляет на конечных объектах, ну, например, готовый сложившийся ресторан, провести элементарную витую пару. То есть где это бурить, как это вести. Там положишь, там его затопчут, там протянешь, оно будет висеть где-то. То есть связь даже обеспечить некогда. Но лично многие вещи, то есть появилась куча решений, вот мы видели утром сегодня Ардуино, например, и прочее. Они же имеют в своем распоряжении вот эти вот модули. На подобных модулях мой друг и, к счастью, и мой клиент собрал станок, которым он управляет по Bluetooth. То есть на компьютере есть производственная программа по резке. Скажем так, это линейная продукция, выходящая из станка, ее нужно резать от строго определенной длины. Вот. И при помощи вот этого элементарного детского конструктора Ардуино он собрал возможность связи со своей системой управления. Дальше. И социализация клиентов и сотрудников компании. Имеется в виду, что сейчас почти всех стоит вайбер, телеграмм, ватсап. Что это дает? Ну, вот, например, система управления закупками высчитывает о том, что в связи с выполнением производственной программы завтра нужно специальному сотруднику на сети ресторанов закупить 10 килограмм мяса, при этом 3 отвезти на один кип-филиал, 2 на другой, 3 на этот. Столько-то килограмм рыбы, столько-то всего. На основании остатков она анализирует, есть минимальное количество, которое должно быть на складе. Система просто в 4 часа ночи роботом происходит пересчет остатков и через PHP API просто дергается скрипт, который на вайбер отправляет сообщение, задание на закупку. Утром человек просыпается, открывает вайбер, у него список продуктов, которые нужно купить и развести по филиалам последствующим ресторанам. То есть система взаимодействует именно с конечными как сотрудниками, так и с клиентами через социальные какие-то службы сети, например, вайбер, телеграм. Второе, социализация клиентов. Ну, попробуйте, например, вызвать такси 509 в нашем городе. Вот она работает под управлением одной программы и мой коллега из одной страны писал ее. Суть в том, что когда вызываете, во-первых, вам перезванивает, вот, то есть вам сразу сбрасывает телефон, перезванивает. Когда вы обработали ваш заказ, вам приходит смс о том, что будет машина такого-то цвета, такого-то номера, вот, и когда вы приехали на конечный адрес, спасибо за поездку, ваша поездка должна быть столько-то денег, а не столько-то. Ну, в Краматовске может быть это очень интересно и иногда вручает. Поездка может стоить два раза дешевле. Вот, и в конце, если у вас еще дисконт на карте, вам приходит сообщение о том, что вы столько-то заработали дисконтных баллов. Вот это социализация и клиентов, и сотрудников компании. Ну, последний кадр. Требования, которые предъявляют, предъявляются к ERP, и, на мой взгляд, изменят ситуацию на рынке. Это первое. Распределенность данных вычислений. В большинстве имеющихся решений, ну, за исключением скромных попыток в системе 1С, нет поддержки распределенности вычислений. Что имеется в виду? Это может быть не компания, это может быть сеть. И каждый филиал имеет свою копию базы данных. Есть главная база, которая является, по сути, математической суммой всех баз плюс собственные данные. идет постоянный обмен. Но каждый филиал должен иметь возможность работать как подводная лодка в автономном плавании. То есть, если выключили свет, обрыв связи, еще какие-то форс-мажорные обстоятельства, филиал продолжает работать, накапливать данные. Связь появилась, данные консолидировались, в одной базе они слились. Более-менее меняемые попытки в этом направлении есть только, ну, пожалуй, у 1С, ну, там распределенная база данных, но оно не так мягко работает, как должно. Второе, интеграция с государственным сервисом, банковским ПО и ПО контрагентов. У меня буквально в феврале получилось, впервые в том, что один из моих клиентов гоняет другому моему клиенту накладную в электронном формате. То есть, я просто сказал ему, что вот этот ваш покупатель является тоже моим клиентом, давайте я просто вам связку делаю и вы даже не паритесь с того, что пришла накладная или не пришла и все остальное и привезут, не привезут и они в свою очередь могут заказ делать без торгового представителя, прямо отправляя в базу данных одного клиента другого. И, соответственно, интеграция с государственными службами и сервисами имеется в виду, что получить банковскую выписку, просто полезть прямо в счет в банке и посмотреть там остатки движений и автоматически загрузить в учетную систему, чтобы была моментальная реакция на какие-то изменения остатков. Сдать отчетность. Третье, интеграция социальными сетями и службами сообщений. Ну, я уже приведу пример, для чего это нужно. Как и в оперативном управлении производством. То есть, имеется в виду, конкретно команда сотруднику утром просыпается, открывает вайбер, у него список, чего нужно сделать за сегодня. Ну, участвовать, как именно продукты завести, еще и на какой филиал, в каком количестве. Вот. Четвертое, мультиплатформенность и доступ к данным с любой точки. Это, это красиво обозвал мобайл. Та система, которая не имеет мобайла, уйдет. Уйдет навсегда. В курьезный случай приведу. У меня был один, ну, сейчас есть клиент, у него был ресторанчик. И они решили заняться автоматизацией, все купили хорошо известный, разрекламированный парус ресторан, программное обеспечение. И достаточно, около 1000 долларов они на это потратили. Вот. Что сделали эти ребята, значит, они подняли где-то Windows Server, ну, там, стационарный компьютер. А на мобильных приложениях, на ладонниках официантов, во-первых, заставили руководству купить планшеты под управлением OS Windows, а они, как правило, процентов на 40, на 45 дороже, аналогичных на Android. Во-вторых, в этом Windows был поднят клиент терминалов и в этом клиенте терминалов предлагалось запускать, собственно, программное запрещение от компании Parus. которое было ни разу не оптимизировано под тактильный дисплей. Ну, попробуйте на телефоне зайти в клиент терминал какой-нибудь из ваших дата серверов и попасть там, например, выбрать контрагента. Вот такую вот точечку. Вот, соответственно, ну, когда я принес полноценное мобильное решение большими кнопками там, где можно попасть, вопрос, как бы, внедрения отпал. И интеграция с оборудованием и полноценная работа мест компонента. То есть поддерживайте IoT, интернет вещей. И если вы будете поддерживать это, то вы сможете подключить к вашей системе совершенно любое оборудование. Это не только станки и прочее. Или принтер-чеков или вещи, которые выполняют какие-то операции, это, это, по сути, будущее ваших систем. Ну, в принципе, все. Вопросы? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ НЕЛАССА, как твои исправили информацию с ними пониманием и протоколы лечить всех и все как любым способом. Поймите, я, ну, как бы, у меня более 20 лет опыт войти, но я все равно с чем иметь дело. Вот есть такое оборудование, я ее заставлю работать. Есть те сравнения, которые говорили, что тут легко выбить протоколы действия с интерфейсом, вон, если вы не знаете, еще рано, то есть, либо такая идея, что это нужно и к этому идут цели. Любым способом к этому идти. В, допустим, случае с станком рехау, там было взаимодействие в текстовом формате, просто на USB-интерфейс, он, поиск, подключался к обыкновенному компу, погнался текст. Все, тексты там, и дальше шла вот такая книжка команд. То есть, это сдвинуть вправо на стокот отрез такой-то, сдвинуть влево на стокот отрез такой-то, либо повернуть пилу такой-то. Это список команд. Ну, по сути, да, пришлось его почитать, ночь с ним, ночью покурить, а потом просто была, есть оптимизация порезки, вот я в такой последовательности режу этот профиль, я перевожу это, даже на голову скидер, по-моему, это было сделано, но перевожу в этот поток команд текстовых и просто тупо загоняем в USB. Вариант номер два, вот, недавно мне один из клиентов купил вот этот новый принтер, который работает на, имеет Wi-Fi модуль и устроен блок питания. То есть, это вот такая коробочка и вилка крозетки. Ставь, где хочешь. Там вообще все тупо. То есть, это он, он имеет диск с драйверами обыкновенными. Ставится как обыкновенный принтер. Единственное, что нужно знать, как прописать, что это принтер сетевой и что, IP-шник, порт, IP-порт в Индии. то есть, это, ну, работа системного инвестратора, даже не программиста. То есть, там вообще ничего не знают. Windows думает, что это обыкновенный принтер, ничем не отличающийся от других. Ну, где-то вот так вот просто, где-то пришлось такую книжку перечитать. Где-то бывает так, что приходишь, а у заказчика стало старое оборудование на старом счетности. Мы говорим, слушай, ну, я хочу выбрасывать, деньги потрачены, давай подключим. Ты смотришь, пересматриваешь все оборудование, говорю, да, да, все можно подключить, причем там есть очень древняя, совсем дрова, и еще относительно так свеженькая. И вот очень древняя, совсем дрова, все становится без вопросов, свеженькая. Один день улыбаешься, не можешь понять, да, что ж такое? Второй день, да, что ж такое? А потом смотришь, что коробочка свеженькая, вот, выпущена, допустим, если те выпущены, там, ну, 10-12 лет назад, это выпущено 4-5 лет назад, вот, но прошивка там древнее, чем у тех у дров. Вот так вот от производителя. Ну, говоришь клиенту, честно, ну, понимаешь, вот это выброси и не показывай мне больше. Ну, что делать? Но, тем не менее, подключать, я говорю о том, что никаких промежуточных зрений, ваша система должна иметь возможность подключать все устройства периферийные прямо напрямую в систему. Не важно, там, она будет подключена к компьютеру, она будет подключена к роутеру, там, но она будет в одной локальной сети взаимодействовать напрямую с оборудованием, прямо из системы.